Первая вводная часть плейлиста по мультиплееру в Юнити, где расскажу в общих чертах, что в этом плейлисте будет, какие темы, инструменты и т.п. На данном этапе я еще сам изучаю все инструменты и возможности, потому идею про одно большое видео я сразу откинул. Пока все изучу, Юнити выпустит какое-то обновление, и мой ролик в условных 5 часов уже потеряет актуальность. Потому одна тема, отдельный ролик. И самое главное, когда базовый материал будет изложен, я начну подборку роликов о создании полноценной мультиплеерной игры. А этот плейлист будет пополняться новой интересной информацией по мере обновлений. Так что ставь лайки и погнали! Охоё, зритель, ты во вселенной Рейбл, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Итак, тема мультиплеера достаточно непростая, но я постараюсь ее поднести уж достаточно просто. Да, тавтология запланированная. Тем тут очень много. Например, с тех пор, как я сделал этот обзорный ролик, появились две новые темы. Кстати, классная. Это голосовой и текстовый чаты. Обязательно про это будут ролики. Так что подписывайся, планов очень много и все будет сделано. Вопрос только времени и твоей поддержки. А поддержка, кроме подписки, может быть на патреоне или спонсорство прямо под этим роликом. Что ж, какие темы хочу рассмотреть в этом плейлисте? Начну с глобальной темы. Netcode for GameObjects. Ngo это сетевая библиотека, которая является базой для мультиплеера в Юнити. Именно с помощью этой библиотеки можно добавить сетевые объекты, переменные и тому подобное. А также заставить общаться сервер с клиентами. Самые основные темы, которые буду рассматривать, это Network Manager, отвечает за всю игру в целом. Network Transform для сетевых преобразований, чтобы игроки видели изменения всех других игроков. Network Animator для синхронизации анимаций. Дальше разные компоненты для самих объектов. Например, Network Object для определения сетевого объекта. Видимость объектов. Передача на сервер конкретной информации. Другими словами, оптимизация передачи пакетов. Дальше более общая тема. Это как время сети и тики. Переопределенный класс Network Behavior. Передача сетевых переменных, а также стерилизация собственных пакетов данных. Доверенное подключение к серверу. Ограничение количества игроков на сервере. Управление сессиями или, как в справке написано, менеджер сессий. Система общения сервера и клиентов. Еще отдельно важные темы, такие как тестирование и отладка сетевой активности. Это еще не все темы, которые заложены в таком глобальном модуле, как Netcode for GameObjects. Но для общей картины, я думаю, этого достаточно. На данном этапе я уже изучил это все на 70-80% и готов предоставить это тебе в следующих роликах. А вот после того, как с Netcode for GameObjects завершу, буду давать информацию о том, как сделать отдельный сервер. Работа с матчмейкером. Разберем релейд для больших возможностей подключения между игроками. Также научимся создавать лобби. И пока последняя тема, это голосовой и текстовый чаты. Вообще, есть еще отдельная информация про аутентификацию и сохранение в облаке. Плюс раздел про настройки и управление. Пока их вообще не изучал, потому ничего сказать не могу. Но уверен в том, что до этого еще доберусь и пополню этот плейлист такой информацией. Напоследок скажу, что каждое видео затрагивает ту или иную тему о мультиплеере. Потому этот плейлист не нужно рассматривать как создание мультиплеерной игры. Тут я хочу научить тебя каждой возможности, каждому инструменту. По итогу у тебя будет достаточно знаний, чтобы начать делать свой мультиплеер, основываясь на этих роликах. Но любой мультиплеер не будет использовать абсолютно все темы, которые рассмотрю. Какую часть информации использовать будет зависеть только от тебя и твоей игры. Возможно она будет очень простой и локальной, потому тебе хватит даже раздела про Netcode for GameObjects. Именно поэтому я сказал, что после этого плейлиста буду делать мультиплеер с нуля, используя часть роликов. Предварительно я начну делать Among Us в 3D от третьего лица. Но это пока предположение. Пиши свои идеи в комментарии. В теории я бы хотел разобрать примеры от Unity про такие игры как Boss Room, Invaders и 2D Space Shooter. Потому что они как раз демонстрируют часть инструментов и показывают, что в зависимости от игры тебе нужны те или иные подходы и материалы. Пока на этом все. В описании можешь найти мой телеграм-канал, там часто публикую полезную информацию. А также найдешь и дискорд сервер, где подписчики и я можем общаться на разные темы в рамках тематики моего канала. Надеюсь было полезно, а сказать спасибо ты можешь лайком, подпиской на канал или уж сильно понравилось, тогда заглядывай на патреон или кнопочка спонсировать прям под этим роликом. Сайонара!